185 жителей Кайгородского района попали в поле зрения сельских врачей. Причина одна – у них нет прививки от кори. Их хоть сегодня ждут в ЦРБ и ФАПах. В основном это молодежь до 35 лет. Ожидается, что в четверг, возможно, пятницу мы получим уже партию вакцины именно для почищающей вакцинации, кроме того, что у нас было своей. Ну и, соответственно, мы уже более активно будем работать. Дети у нас провакцинированы на достаточном уровне. Более 97% деток привито согласно национальному календарю. Поэтому тут все нормально. Корь в нашей республике последний раз бушевала в далеком 94-м. Лет пять назад были единичные случаи заражения в Усинске и в Ухте. Тогда болячку завезли из других регионов. Сегодня, по словам медиков, вирус стал агрессивнее. Страшен он осложнениями. Зарегистрированы летальные исходы от пневмонии, от энцефалитов, от поражения гортани. Именно этим вирусом тяжелое, которое очень трудно, плохо подается лечению. Нет прямых противовирусных препаратов. И, к сожалению, вот известны летальные исходы. Как ни крути, кроме вакцины от кори ничего не защищает. В регионе не привиты около двух тысяч детей. Родители боятся страшных историй про осложнения после таких уколов. А потому отказываются от плановых прививок. Качество вакцин, в настоящее время, в том числе отечественных, значительно улучшилось. И риски осложнений от вакцинации тоже крайне низкие. Они не сопоставимы абсолютно с теми рисками, которые дают осложнения вплоть до летальных исходов от тех инфекций, от которых существуют сейчас вакцины. По информации санитарных врачей, сегодня иммунитета от кори нет у 7,5 тысяч жителей региона. А все потому, что они не сделали прививку. Есть и те, кто просто не помнит, а делал ли он ее. Здесь на помощь приходят лабораторные новинки. Правда, процедура платная. Сейчас есть возможность провести диагностику иммунной осторожности организма от кори. Многие пациенты не знают, может, их прививали в детстве, может, не прививали. Многие боятся повторной прививки. Они говорят, может, нас уже прививали. Тогда можно сделать анализ крови, определить уровень иммуноглобулина в крови и определить иммунный статус организма против кори. Санитарные врачи взяли на контроль и не только жителей региона. Впредь МВД будет выдавать разрешение на работу только тем мигрантам, у кого есть прививка от кори. А организации, где уже трудятся, приглашенные специалисты, должны сделать им вакцину до 10 октября.